самый разгар лета что может быть лучше чем занять себя биотопным аквариумом в это время года особенно когда создаешь биотоп реки рядом с которой живешь с каждым походом к реке открываешь для себя что-то новое ведь приходишь к берегу не просто поплавать и позагорать а снять показатели воды ее температуру обращаешь внимание на то чего раньше не замечал как расположены в ней камни ракушки улиток и пресноводных мидий знакомишься с ее обитателями аквариум уже полностью готов для запуска жителей но прежде чем я об этом расскажу хочу вам сказать что внешний вид аквариума немного изменился в прошлом видео я его оформлял так как представляю себе акул но за прошедшие две недели я каждый день в нем что-то менял левая сторона аквариума явно перевешивала если можно так выразиться пришлось все это дело уравновесить в итоге получилось вот так в воду в аквариуме не несколько раз тестировал и каждый раз она показывала полное соответствие с водой в реке оке если отклонения были то незначительны после тестов началась охота на будущих жителей аквариума для этого я взял в руки сачок и отправился вылавливать рыб но все не так просто как может показаться на первый взгляд рыба никак не хотела лезть сачок даже когда сачке оказался корм для самов они держались от него подальше в аквариуме ловить рыбу сачком это одно но тут на берегу оки совсем другое да и еще не каждая рыба подойдет для аквариума в 50 литров а Субтитры создавал DimaTorzok Выбор рыб для этого аквариума невелик. Это могут быть ёршики, но пообщавшись с местными рыболовами, выяснилось, что ёршики попадаются крайне редко. Можно посадить пескарей. Очень уж они меня привлекают, но они тоже встречаются редко. А вот подкаменчики, или как их тут еще называют рыбаки, бычки, очень даже популярны и сами прыгают на крючок. В общем, на подкаменчика, или бычка, охота мной и велась. Безуспешно, но постоянно. Удавалось выловить только верхоплавку, уклейку. Но они вырастают сантиметров по 12-15. С одной стороны, вроде и размер невеликий в аквариуме, поместятся. Но это стайная рыба, и понадобится не менее 6 особей. Если брать комфортный объем для такой стаи, исходя из золотого правила, 1 сантиметр рыбы на 1 литр, то получается, что объем аквариума должен быть минимум на 65 литров. А вот местный бычок, совсем другое дело. Ему стая не нужна, а размер около 10 сантиметров. Поговаривают, что встречали крупных представителей этого вида до 18 сантиметров. Но такие крупные попадаются одна на тысячу. По крайней мере здесь, на этом берегу Аки. Нужную рыбу поймать с очком не удавалось долгое время. Погода за эти дни испортилась, несколько дней шел проливной дождь, и походы на речку пришлось приостановить. Но интересно же посмотреть, насколько жизнеспособный аквариум. В общем, я не удержался и забрал домой пойманного малька. Скорее всего, это малек уклейки. Но могу ошибаться. Именно эта рыба стала первым, пусть и временным, обитателем аквариума. Так сказать, первооткрыватель. Неправильно содержать ее одну, и я это прекрасно понимаю, но благодаря ей я убедился в том, что аквариум точно готов к заселению. На данный момент она прожила уже больше недели в этом аквариуме. И по всей видимости, чувствует себя прекрасно. Принимает корм от компании Тетра, пробовал давать Артемию, тоже ела с удовольствием. Достаточно быстро адаптировалась и перестала бояться, и прятаться, когда я подхожу к аквариуму. Встал вопрос, что с ней делать дальше. Отпустить ее в речку или попробовать посолить здание, например. Как вы считаете? Напишите в комментариях. Прожив неделю с человеком, она сможет адаптироваться и вернуться в реку? Или уже нет? Ну что, первый день охоты, мы идем домой ни с чем. Ничего толком не поймали. Только подходишь к камушкам, под каменчики сразу уплывают. В общем, с очком ловить не вариант. Время поджимало, а нужной рыбы так и не было. Вы, любимые и дорогие подписчики, порекомендовали сделать ловушки из бутылок. И я их сделал, и несколько часов сидел в засаде. Но и тут удача меня подвела. Стал подходить к рыбакам и договариваться с ними. Но один из важнейших моментов заключался в том, чтобы рыба не была повреждена. И, о чудо, нашлась такая рыбка. Бычок-кругляк. Просто в идеальнейшем состоянии. Вот он, красавчик. На фото нереально синий цвет. Но спустя сутки окраска изменилась. Почему, расскажу в других видео. На данный момент в еде переборчив и отказывается. Есть сухой корм. Стоит сказать, что он, этот красавец-бычок, быстро освоился в аквариуме и стал переделывать его под себя. Переносит камни с места на место. Швыряет ракушки улиток. И роет яму в песке. Настоящий хулиган. Осталось дело за малым. Отфотографировать аквариум с его жителем. Сделать короткий видеоролик. Понадобится еще описать аквариум. И можно отправлять. Этому и будет посвящено следующее видео. Хочется поблагодарить вас за поддержку. И сказать спасибо за лайки и комментарии. Я очень рад, что многих из вас заинтересовал этот проект. И сам конкурс, который с каждым годом набирает обороты. Надеюсь, что те из вас, кто не принял участие в этом году, обязательно примет в следующем. До новых встреч на канале ПАР. Субтитры создавал DimaTorzok